Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua. Сегодня у нас немножко нестандартный обзор по вашим многочисленным просьбам. Мы тестируем лампы с Алиэкспресс. Это те самые F3. Пришли они нам относительно недавно, буквально пару дней. Вот от них даже оригинальная упаковка сохранилась. И мы уже успели с ними покататься, протестировать. И, собственно говоря, сейчас расскажем, что это за лампы и какое у нас о них мнение. Многие мнят эти лампы оригиналом, но лично я, когда слышу словосочетание оригинал с Алиэкспресс, то как минимум улыбаюсь. В принципе, насколько мне известно, в Китае существует множество фабрик, которые выпускают похожую друг на друга продукцию, или даже внешне идентичную, с разными характеристиками. И поэтому, если вы вдруг видите лампы, которые похожи на какой-то продукции Алиэкспресс, это еще не означает, что это подделка или точно такие же лампы, но за более высокую стоимость. Вполне возможно, что в каком-то изделии улучшен модернизирован драйвер, в каком-то изделии стоят лучше диоды. Но внешне лампы могут выглядеть так же. Лампы F3 действительно выглядят так же, как некоторые лампы из наших обзоров. Конструкция здесь стандартная. Корпус изготовлен из авиационного алюминия. Он, можно сказать, двухсоставной и собирается вот в этом месте. Здесь также имеется цоколь. Он изготовлен тоже из алюминия и зафиксирован с помощью винта под шестигранник. То есть, в принципе, винт можно открутить и изменить положение цоколя, каким-то образом откорректировав светотеневую границу. Кулер присутствует. Он достаточно компактный и имеет некоторую защиту от механических повреждений. То есть, соединение лампы с питающим проводом сделано надежно. То есть, здесь практически нет никаких вопросов, за исключением легкого люфта. Ну, в принципе, я думаю, он здесь даже нужен, потому что при жесткой фиксации кабель однозначно сломается. Провода сами по себе неплохие, немножко жестковатые. Ну, в принципе, нам их гибкая эксплуатация не нужна, поэтому пусть будут жесткие. Изоляция надежная. Ну, наверное, хотелось бы видеть какую-то еще дополнительную защитную изоляцию. Дальше у нас идет драйвер. Провода подходят к драйверу с одной стороны. При установке ламп это иногда очень удобно. Здесь соединение ламп с драйвером сделано тоже качественно. Ну, и дальше мы видим стандартную контактную группу для H11 ламп. В общем, к конструкции и качеству материала у меня абсолютно нет никаких вопросов. Все добротно, качественно и лично мне нравится. Единственный вопрос к заявленным характеристикам. Производитель говорит, что световой поток у данных ламп 10 тысяч люмен. Это явно тянет на обман и мы сейчас проверим, какой здесь реальный световой поток. На старте при напряжении 13,5 вольт лампы потребляют 3,2 ампер. Мощность близка к заявленной 44 ватт вместо 45. Ну, естественно, у нас есть погрешности, так как это не лабораторное условие. Световой поток на старте весьма впечатляющий, но все равно не дотягивает до заявленного. 3174 люмин. Эффективность тоже хорошая, 72,12 люмин ватт. Цветовая температура 5676 кельвин. Спустя 5 минут при том же напряжении ток упал до 2,9 ампер. Мощность снизилась до 38,6 ватт. Световой поток упал существенно до отметки 2485 люмин. Эффективность, естественно, также снизилась до 64 люмин ватт, а цветовая температура приблизилась к отметке 6000 кельвин. В общем, световой поток у данных ламп не соответствует заявленному на упаковке. И за 5 минут работы он упал примерно на 700 люмин, что может говорить о не совсем корректной работе драйвера или системы охлаждения. Но все равно световой поток 2500 люмин, на мой взгляд, это очень впечатляющий показатель для ламп из такого ценового сегмента. Также есть небольшое несоответствие цветовой температуры. Вместо заявленных 6500 кельвин мы имеем 6000 кельвин, но это скорее даже плюс. Данные лампы оснащены цоколем под H11 лампу. Ну и соответственно они подходят для нашей фары от Ford Fusion, которая уже установлена на автомобиль. И сейчас мы покажем, как данные фары в линзованной оптике Ford Fusion светят на дороге, а также подъедем к какой-нибудь стене и посмотрим на их светотеневую границу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На ровной стене паркинга мы можем видеть светотеневую границу. В принципе с этой оптикой мы уже хорошо знакомы по прошлым обзорам, но тестировали фару на дистанции 1 метр. Здесь же дистанция больше и в принципе можно увидеть все световое пятно. Также можно увидеть, что над светотеневой границей все-таки присутствуют такие небольшие засветы, но при увеличении дистанции они абсолютно незаметны и чтобы их увидеть нужно присматриваться. Также к данным лампам я подобрал аж седьмой цоколь. Мы сейчас произведем замену и посмотрим, как они светят уже в фаре от Volkswagen Golf в нашей студии. Итак, световое пятно у нас достаточно яркое, ну в принципе это было понятно и по данным фотометра. Вот полотна прям бьет по глазам, но при этом у нас присутствует светотеневая граница. То есть несмотря на то, что лампочка установлена в рефлекторную оптику. На черно-белом снимке хорошо видно намек на ту самую птичку и также в принципе выше светотеневой границы на ЧБ мы можем видеть небольшой засвет. То ли это засвет, то ли это отблеск, но в принципе в этой оптике всегда на точке 1 у нас есть такое себе пятнышко. Так в принципе лампочки светят достаточно неплохо. Здесь светотеневая граница мало чем отличается, скажем так, от подавляющего большинства качественных LED ламп. Но то, что, скажем так, бросается в глаза или даже в уши, это немножко шумноватый кулер. Его работу хорошо слышно. В некоторых машинах почему-то шумный кулер иногда даже слышно в салоне, а в некоторых такой проблемы нет. Поэтому здесь уже как повезет. Сейчас мы увеличили дистанцию до 4 метров. Здесь СТГ возможно видно лучше, хотя вот этот засвет или отблеск на точке 1 никуда не пропал. Фару приходится держать в руках, поэтому светотеневая граница немножко гуляет. Но в принципе ту самую птичку видно, хотя она на мой взгляд и не очень четкая. Итак, протестировав данные лампы в оптике разных автомобилей и в разных условиях, можно сказать, что лампы действительно яркие, качественные и имеют приемлемую геометрию светотеневой границы. Назвать СТГ данных ламп идеально я не могу. То есть она примерно такая же, как и у подавляющего большинства LED-ламп, которые мы тестировали аналогичным способом. Существенным минусом данных ламп я бы, наверное, назвал не совсем корректную работу драйвера и системы охлаждения или того и другого. За 5 минут работы лампы потеряли примерно 700 люмен светового потока. С этим, скорее всего, придется смириться и, возможно, придется смириться с тем, что после доставки данных ламп будут какие-то дополнительные проблемы. Они могут возникнуть, могут не возникнуть. Здесь уже каждому свое и каждый решает для себя, что ему подходит. А у меня, собственно говоря, на этом, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok